Всем шалом, с вами Овер и да, однако стало пусто. Помним и любим. Но сейчас мы приступаем к основной части нашего видео, а говорить мы будем про хакерские фильмы. Но название ролика будет называться именно так. Фильмы, которые сделают из тебя преступника. Но все-таки не стоит забывать то, что это ролик на ютубе, и здесь все персонажи являются вымышленными, все, что здесь сказано является оценочным суждением, поэтому не будем принимать все близко к сердцу. Каждый блогер говорит только то, что он захочет сказать. Это лишь его мысли, не больше. Это не призыв к действию, никогда не было и не будет. Тема довольно странная, ведь я не бэткомедиан, и не моя задача критиковать фильмы и кому-то что-то советовать. Но вот именно в этой узкой отрасли фильмов вообще практически нет. Но даже если они есть, то там показывают такой трэш, что у тебя волосы просто встают дыбом. Практически ни в одном голливудском фильме никогда не показывается операционная система. Самое популярное это у нас Windows. Нет. Еще раз нет. Там нет ни Windows, ни Linux. Наверное, только Ubuntu показывают. И это не шутки. Практически взять, если любой фильм из Голливуда или даже из отечественного кинематографа, то там вы не увидите вашей любимой операционной системы, а будет что-то на уровне... Ебать! Нам нужно взломать сервера Apple, потому что там скрыта конфиденциальная информация Васи Медведева. Мистер Джон, я постараюсь это сделать. Ну и спустя час мне удалось взломать сверхсекретные файлы с... Блять, там сверхсекретные организации. Ну и там показывается на экране какая-то хуйняка, от которой ты думаешь, чувак, вау, ты чё, блять? Во-первых, если бы ты знал, как это все делать, то тебя бы уже либо на свете не было, либо ты работал на тех, кто правит этим миром. Взломать самые защищенные системы в мире способен только гений. И гений не будет общаться с каким-то параноиком, которому, блять, нужно удалить из статуса, что у тебя вконтакте все сложно с какой-то Машей. Ну логично. Мы думаем логично. А все то, что показывают в фильмах, это... Все это нерационально. Кстати, хотите одну интересную историю? В Советском Союзе, как вы все прекрасно знаете, ни у кого не было какой-то роскоши. Тем более компьютера. Ну и я не знаю, какими судьбами, но все-таки в СССР был один хакер, который взломал систему, государственную систему в США. Из-за этой причины США требовало этого человека отправить на территорию США, чтобы его там заключить под стражу. Но типа наши говорят, нет, это наш гражданин, поэтому мы будем его судить сами. Но вот в чем была незадача. Дело в том, что компьютеры, это была настолько такая редкость, что даже никто в то время не мог подумать, что кто-то может с помощью этого устройства взломать какую-то систему. И не могли найти просто-напросто статью, за которую нужно было привлечь этого человека. И знаете, за что его посадили в тюрьму? Что-то нарушение против космической свободы. Короче, какое-то правонарушение против космоса. Хотя объективная сторона данного преступления была совершенно другой. Вот почти точно так же можно посмотреть на те фильмы, которые выпускает у нас Голливуд, когда ты видишь несуществующую операционную систему с несуществующими людьми и ебать какими гениями. Нет, такого не бывает. У нас, если честно, то до 2010 года тоже не было статьи по поводу незаконного проникновения в компьютер. Была только статья за вирусы. Но сейчас там уже все переделали. Есть конкретно за то, что ты взломал систему, или ты там нанес какой-то ущерб путем заражения, чего-то там. Ну, в общем, их много. Но раньше, из-за того, что у нас не было достаточного количества знаний, у нас и уголовный кодекс был вот такой. Ладно, мы сейчас не об этом. Давайте уже приступим к фильмам, которые, по моему мнению, являются более-менее интересными и правдоподобными в области хакинга. Опять же говорю, что это только мое мнение, которое я никому не навязываю. И, возможно, я не знаю о тех фильмах, о которых вы знаете и которые вы смотрели. Поэтому буду говорить только то, что у меня отложилось в голове. Итак, поехали. Начну я, пожалуй, с сериала, который вы прекрасно знаете. Он называется «Мистер Робот». Ну, а теперь, пожалуй, я побуду немного бэткомедианом. И расскажу, про что он, и дам свою оценку этому сериалу. Когда вообще я его начал смотреть, то у меня сложилось мнение то, что главный герой — это человек-социопат, над которым все издевались в школе. И он из-за этого стал таким замкнутым и углубился в компьютеры. Но после он захотел совершить государственный переворот просто потому, что захотел. Ну, видите ли, у него есть справедливость и какое-то чувство гражданского долга и Робин Гуда. Основная его цель была уничтожить банковскую систему и обнулить все долги у всех граждан. Но дальше второго сезона я его не стал смотреть, потому что там какая-то шизофрения, там наркомания, и в итоге все поехало, поплыло, что из фильма про хакера это превратилось в что-то вроде детектива, у которого паранойя. Да. Что мне понравилось? Там действительно использовали те команды, которые используют люди в KG Linux для перехвата какого-то трафика, либо для осуществления каких-то вредоносных действий. Второй момент. Это существующие операционные системы, которые существуют в наше время. Это там было, и мне это очень понравилось. Ну и третье. Это USB Ruby Duck. Так, именно с помощью этого устройства главный герой смог проникнуть в систему, по-моему, какого-то банка, если я не ошибаюсь. Я давно уже не смотрел этот сериал и не пересматривал. Ну и, короче, получил к нему доступ, и, по-моему, он еще заразил его каким-то вирусом наподобие Пети А или же Ванна Край. Пожалуй, из сериалов это все, поэтому перейдем к фильмам. Следующий фильм, он основан на реальных событиях, и называется он Сноуден. Это фильм, который является биографией Эдварда Сноудена. То есть, с чего он начинал, кто он такой, как он устроился на такую должность. А, кстати, занимал он должности в АНБ, ЦРУ, в Министерстве обороны и военной разведке еще. Короче, это был IT-специалист, у которого был очень большой круг и большие возможности шпионить за всем миром. Из всего содержания его биографии сняли фильм, который называется Сноуден. Если честно, то этот фильм мне прям очень понравился, но есть один побочный эффект, что после просмотра этого фильма у вас начинается паранойя. Но лично она у меня была почти открытого типа. Я поменял все свои пароли, я перешифровал все свои данные, потому что то, что я там увидел, на самом деле это происходило реально. Ну и, скорее всего, это происходит по сей день. А именно, слежка государства за всеми гражданами. То есть, смотрите, что происходит сейчас. В России пакет Яровой обязал всех провайдеров и операторов сотовой связи предоставить неограниченный доступ для мониторинга, скажем, своих граждан. И все это было сделано для безопасности граждан государства от терроризма. Но представьте себе, что борьба с терроризмом — это только прикрытие. На самом деле это борьба за социальный и экономический контроль. И защищают они, на самом деле, не своих сограждан, а превосходство своего государства. Поэтому ты в безопасности, пока ты ничего не знаешь. Ну и примерно вот такие цитаты ты будешь слышать на протяжении всего фильма, которые будут тебе внушать. Чувак, за тобой следят, за тобой следят. Твоя вебка, тебе нужно ее заклеить. Не смотри порнуху в телефоне, когда ты сидишь на толчке. Не наяривай. Ну, короче, много чего. В голове будет полная каша и начнется небольшая паранойя. Плюс этого фильма еще в том, что там действительно показывались настоящие операционные системы. И фильм снят на реальных событиях. Как бы эта тема близка с хакингом, но она здесь не про хакера, а именно про хорошего, добропорядочного человека. Мне прям было так интересно смотреть этот фильм, что я аж в конце понял, почему премьеру этого фильма отложили аж на полтора года в Соединенных Штатах Америки, когда его показали уже во всем мире. Так, коль я здесь сужу не по актерской игре, а по сценарию и по правдоподобности, то я бы хотел к следующей категории отнести два фильма. А именно фильм «Пластик» и фильм «Хакер». И вот эти два фильма объединяет один момент. И он называется «Кардинг». Вот посмотрев эти два фильма, вы наглядно поймете, что такое «Кардинг», что такое «Вбив», что такое «ЦЦ». А если честно, то все, что показывают в этих фильмах, это подробная инструкция для «Кардеров». Спросите, посмотрел я их до конца? Да, я их посмотрел. Если примерно начало и середина – это что-то связанное с нашей тематикой, то концовка – это, блядь, сплошной боевик, где стреляют и убивают. Вот это, конечно, для меня был большой минус, потому что начинали все так интересно про IT-технологии, про социальную инженерию, про мошенничество, и тут заканчиваются перестрелкой, убийцами, и не хватает только Джейсона Стэтхэма. Но ни в коем случае не повторяйте то, что делают герои данного фильма, потому что каждое их действие расценивалось как, ну, примерно 7 лет тюрьмы. Еще раз напомню, это называется «Чернуха», и это делать нельзя. Но можно зарабатывать по-другому. Кэшбэк-сервис Letyshops. Он позволит вам экономить свои деньги с каждой интернет-покупки. Магазинов здесь уже более тысячи, и для экономии вам необходимо лишь установить плагин и активировать его во время совершения покупки. Вот у меня мой короткий список, то, что я хотел сказать. Это «Мистер Робот», «Фильм Сноуден», «Фильм Пластик» и «Фильм Хакер». Ну, а дальше есть два фильма, называется «Кто я» и «Фильм Кибер». Как бы они относятся к нашей тематике. Но все это за грани фантастики. Я не говорю, что они плохие. Нет, они интересные, но неправдоподобные. Они, конечно, сняты довольно интересные. Прям есть моменты такие типа «Вау!», особенно в фильме «Кто я?», там, где шел момент по поводу социальной инженерии, когда чувак сказал то, что, типа, «Знаешь, мой друг, человека взломать куда легче, чем взломать систему». Ну, и показал ему на примере, как он получил бесплатные гамбургеры или пончики в Макдональдсе. Ну, а в основном в них, опять же, несуществующая операционная система и даже, по-моему, на смартфонах стоит что-то такое, чего, блядь, инопланетное создание еще не придумало. То есть, ни Android, ни iOS, а... Назовем это... Будем называть это так. Мне кажется, нужно запатентовать эту идею. Ну и, пожалуй, на этом все. Если я что-то не назвал, то это не означает, что фильм говно. Просто я о нем, возможно, не знаю. Поэтому вы можете дополнить этот список в комментариях под этим видео. Это, кстати, будет только приветствоваться, потому что очень часто бывают ситуации, когда хочешь посмотреть хороший фильм, но не можешь его найти. Ну, а с вами был Ловер. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на этот канал. До новых встреч. Я уверен, что ты еще не выключил, поэтому хочу сказать. Я когда вспоминал эти фильмы, то наткнулся на один фильмец, он называется «Газонокосильщик 2». И там какое-то очень длинное название. Просто вдумайтесь в это. «Газонокосильщик 2». Фильм про хакера, и там что-то о технологии, блядь, киберпреступность. Но самое интересное. «Газонокосильщик 2». «Газонокосильщик». Дай.